Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, также не забывайте ставить лайки. И в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал. Напоминаю, что каждый пост можно комментировать. Если это конструктивный комментарий, обязательно оставляйте ваш фидбэк, может быть пожелания, какие инструменты рассматривать, что нужно уточнить в том анализе, который мы проводим, в техническом анализе. Может быть что-то нужно добавить. Мы с удовольствием прислушаемся к вашему мнению, друзья, потому что в конечном счете все, что делает компания Амаркетс, это для того, чтобы обеспечить оптимальные, хорошие и самые лучшие условия работы трейдера на финансовых рынках. Ну что, за последние торговые сутки ситуация особенно не поменялась. Я понимаю, с чем это связано. Рынок сейчас в ожидательной позиции перед выходом данных Non-Farm Perils. Особенно эти данные будут интересны после выступления Паула на симпозиуме в Джексон-Холле, где он объяснил свою причину, по которой не готов сейчас лишить американскую экономику тех мер экономического стимулирования, которые проводятся. Эти меры экономического стимулирования вам знакомы, программа количественного смягчения и низкие процентные ставки. И, конечно же, любой разговор, который связан с перспективами ужесточения политики, предполагает сначала сокращение программы количественного смягчения. После того, как мы услышали и получили от Федрезерва в лице Паула мягкую риторику, я думаю, что логичным ходом с нашей стороны, как со стороны трейдеров и инвесторов, был анализ более пристальный, внимательный последующих макроэкономических данных, которые и будут уточнять курсы американской денежно-кредитной политики. В данном случае это неделя. У нас нонфармы, которые являются ключевым отчетом по состоянию рынка труда, многие считают, и вы знаете, я разделяю такую точку зрения, самый лучший индикатор состояния всей американской экономики. То есть лучше, чем общий показатель ВВП, либо отдельная активность в некоторых секторах, будь то промышленность, будь то сфера услуг. Рынок труда – это показатель нормальности, опять же, экономической активности и всех экономических процессов, которые протекают в американской экономике. И сейчас, когда США, экономика в целом, американская, так же, как и другие регионы, отходят от последствий, жестких последствий пандемии ковида 2020 года, появляются периодические новые вспышки, но все равно я полагаю, что если мыслить глобальными такими понятиями, худшие времена уже позади. Сейчас, когда американская экономика отходит от последствий коронакризиса, конечно же, нужно прежде всего смотреть за рынком труда и посмотреть, насколько домохозяйство, насколько американское население сейчас заинтересовано в том, чтобы вернуть себя в экономическую реальность США и на прежней оппозиции, не опасаясь за то, что американскую экономику снова накроет очередная вспышка ковида. Так вот, перед выходом данных по Non-Farm Perils у нас всегда есть предварительная репетиция, это отчет ADP. И, как мы и ожидали, статистика разочаровала. 374 тысячи новых рабочих мест прогноз был в два раза выше. И вывод, который нужно сделать, Non-Farm могут показать схожие значения, потому что статистика ADP, так же, как и официальные данные от Non-Farm Perils, это данные, которые собираются в период с 15 июля, ну вот, раз мы говорим про прошлый месяц, это с 15 июля по 15 августа. То есть, в этот период времени мы каждый день с вами говорили о росте количества заболевших, о подрыве потребительских настроений, что в целом позволяло нам предположить, что все это должно конвертнуться в слабую макроэкономическую статистику. Сейчас мы пожинаем плоды вот этих ожиданий, потому что другого не дано. Значит, Non-Farm с большой долей вероятности покажут схожие цифры. Даже если прирост будет там 400-500 тысяч, сравнивая с показателем двухмесячной давности, это все равно будет негативом, потому что рынок сейчас вдохновился. Последним релизом по Non-Farm мы считаем, что американская экономика будет стабильно создавать по миллиону новых рабочих мест каждый месяц, но этому не бывать. Поэтому плохая статистика в пятницу снова подорвет ожидания и уверенность тех, кто все-таки рассчитывает, что политика Федрезерва станет более жесткой. И если спустя месяц, друзья, забегая вперед, мы получим еще один слабый отчет по Non-Farm Perils, тогда перспектива сокращения программы количественного смягчения будет отложена уже не на ноябрь, не на декабрь, а на 2022 год. И мы будем готовы работать с этим новостным фоном, потому что при таком фундаменте единственное, что можно и нужно делать, это ставить на снижение курса американского доллара. Кстати говоря, индекс доллара ниже, чем мы говорили и констатировали котировки день назад. Сейчас это 92,51. Давайте ждать индекса пониже. По другим активам я, опять же, сейчас не распыляюсь на большой набор инструментов. Золото есть еще в арсенале, которое мы покупаем, и я рекомендую продолжать это делать. Причем новостной фон, аргументы и причины ровно такие же, как были день назад и неделю назад. Это ожидание еще большего снижения курса доллара и снижение доходности американских трежерис, потому что доходности облигаций всегда будут поджиматься с выходом каждого слабого макроэкономического отчета. Потому что единственное, что может сейчас поднять доходность американских трежерис, это сильная статистика, которая вновь повысит вероятность более скорого ужесточения денежно-кредитной политики. Но, как я только что сказал, вероятность этого крайне низка. Европейская валюта против доллара, главный валютный риск, постепенно набирает позиции. И хорошо, это наш с вами сценарий, расклад, ожидание, то, что евро против доллара доберется до отметки 1.19 и выше. Индексы производственной активности, которые вышли вчера по основным странам ЕС и Еврозоне в целом. Я думаю, что если не цепляться за прям какие-то отдельные цифры, можно сказать, что позитивная тенденция сохраняется по всем экономикам и по Еврозоне. То есть, да, мы видели некоторые расхождения по ряду регионов со значениями прошлого месяца. То есть, цифры были хуже. Но, объективно говоря, все дело в базе сравнения. Те значения, которые мы получали и разбирали два месяца назад, это были чуть ли не исторические максимумы. Максимумы за десятки лет. И я думаю, что если индекс чуть-чуть отстает от этих уровней, это не значит то, что производственный сектор буксует. Нет, он по-прежнему остается в очень хорошем состоянии. Просто мы сравниваем со всеми шоколадными цифрами. Статистика, да, поддерживает евро, но здесь также нужно быть реалистом. Это совпадение, что евро вырос, когда вышла сильная статистика. На евро сейчас макроэкономические данные никак не влияют, потому что прежний триггер по-прежнему доллар. Американский фондовый рынок, его мы пока не трогаем, но он продолжает расти. И так будет и дальше, пока есть на рынке понимание того, что ФРС будет и дальше стимулировать экономику в прежних объемах. И котировки нефти, бренд 7142, здесь также лонг в приоритете. ОПЕК повысил прогноз мирового спроса на нефть до 5,95 миллион. Это лучше, чем последняя оценка даже международного аналитического агентства. И верит то, что спрос останется на высоких значениях, даже несмотря на вот эти тревожные истории по некоторым регионам о вспышке коронавируса. Также стоит отметить, что запасы нефти снизились. Минус 7,1 миллиона. Через неделю статистика будет еще круче, потому что через неделю мы как раз будем работать с последствиями урагана Ида. И вот, пожалуйста, еще один фактор роста. И чтобы далеко не убирать тему последствий урагана Ида, до сих пор еще точно не удается подсчитать, насколько значительным будет ущерб для нефтяной отрасли. Но точно могу сказать со ссылкой на те комментарии, которые я видел сегодня на Бломберге, что 82% производственных мощностей в Мексиканском заливе еще не восстановлены. То есть их работа по-прежнему остается на паузе. Ждем, собственно, когда нефтянка перезапустится в плане своего производства. Пока этого не произошло, нужно работать по логичным ожиданиям, влияниям этого форс-мажора, опасений за перебои поставок, логичные ожидания. Это поддержка для цен бренд и WTI, то есть в соответствии с нашими ожиданиями. Сегодня из отчетов стоит выделить первичные заявки на пособие по безработице в 15.30. И, в принципе, ждем, готовимся к завтрашним Non-Farm Perils. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всем пока.